Около недели назад Горзелентрест обязал арендатора Дюковского парка привести в порядок территорию сада. Почистить пруды, установить крышки на люки, обрезать аварийные деревья и скосить траву. Частники, похоже, решили частично выполнить указания. Они взялись за запущенные парковые озера. Сейчас в прудах до минимума спущена вода. Местные говорят, что иногда рабочие собирают водоросли и мусор. Несмотря на это, озера чище не стали. От прудов по-прежнему исходит неприятный запах. Живущих там рыб обещают сохранить. Именно поэтому воду с прудов откачали не полностью. Одесситы, которые живут недалеко от Дюковского, говорят, что рабочие занимаются уборкой лишь бы как. Ситуация от этого не меняется. Рет 15 тому назад кто-то умудрился просто высадить камыш здесь. И вот теперь от этого камыша просто реально не избавиться. Его пытаются чистить. Он становится чище и потом снова зарастает. Пруд действительно грязный, воняет и неприятно. Пока что я ничего не вижу. Мы были несколько дней тому назад. Там был заросший запах везде такой плохой. У местных нет выбора. Им приходится наслаждаться запущенным Дюковским парком. Ведь нужно же где-то прогуливаться родителям с детьми и владельцем собак. 21 век, вот посмотрите. Ну это же ненормально в таком городе проехать в парк Шевченко и посмотреть потом на Дюковский парк. Ну сами все видите. Когда здесь дождь, вся канализация со слободки. Вот здесь вот река. И мы ее с детьми перепрыгиваем. Бомжи, которым разрешают здесь жить, они же их и заставляют это собирать. Это все коммунальщики, которые пытаются здесь что-то сделать. С 2007 года Дюковский парк арендует центр «Катюша». Однако фирма ни разу не попыталась привести его в порядок. В 2014 году «Катюша» анонсировала строительство на его территории гостиницы и торгового центра. В ответ получила лишь протесты жителей района. В марте прошлого года в парке обосновалась масштабная наливайка. Но чуть позже ее снесли. Мэрия пыталась через суд расторгнуть договор с фирмой и вернуть парк в собственность громады. Однако тяжбу проиграла. Бывший сад Дюка-Даришелье остается черным пятном на карте Одессы.